Друзья, всем привет! Сегодня вот такое необычное у нас событие, очень печальное. Уходит эпоха, уходит легенда СССР, секс-символ 90-х. Мы приехали попрощаться с Юрием Шатуновым. И сейчас я нахожусь возле похоронного дома, где состоится непосредственно уже прощание с легендой, с певцом. Вот, постараюсь снять всё одним файлом. Людей, конечно, очень-очень много. И мне на самом деле очень тяжело сегодня что-либо говорить, как будто уходит родной человек, слёзы надвигаются. Наверное, должен был он уйти молодым, чтобы запечатлеть себя именно вот легендой. Всё наше детство, юность прошла на его песнях. Мы сходили с ума под белые ночи, под розовый вечер. Кто-то плакал от детской неразделённой любви, под песню «Забудь». Но оседая ночь теперь навсегда останется седой. Все поклонники, фолловеры, как любил называть, Юрий, очень дружные. Всё очень проходит в таком ненапряжённом, ненапряжённой обстановке. Но на самом деле очень-очень-очень тяжело говорить. Очень много цветов. Дрожит сердце, руки дрожат. Очень тяжело. Вот он. Ой, не могу. Меня прям всё трясёт. Это эпоха. Ушёл молодым. Юрий скончался, когда ему было 48 лет. Навсегда останется в памяти. Очень много о Юре передач снято. Он не всегда любил давать интервью, потому что СМИ, как правило, всё переворачивали. Царствие небесное новопредставленному рабу Божьему Юрию. Прощай, легенда. Помним, любим, скорбим. Спасибо. Ой, не могу. У меня аж руки трясутся. Вот такой вот очень-очень всё хорошо организовано. Мало того, что раздавали цветы, ещё вот в конце дали фотографии Юра Шатунов. Так мы не успели побывать на его концерте. Хотя сам Бог подсказывал, когда увидели афишу в Сергиевом Посаде, что приедьте в этот город. Прям руки трясутся. Ушла легенда. Вот таким одним файлом я постаралась записать. Показать последний путь. Я знаю, что очень многие мои знакомые выкладывали видео, плакали. Кто-то вспоминал своё детство, ушедшее. Кто-то неразделённую любовь. Это наша молодость. Да, молодость. Эпоха, да. В общем, вот так вот, друзья. Как будто бы детство закончилось. Да, у меня вот руки тряслись. Очень жалко. Как будто бы закончилось дед. Три дня, да. Вот мы слушали его песни, мы говорили о нём. И вот невозможно было... Ещё раз повторюсь, что как будто вот родной человек ушёл. И как говорил сам Юрий, всё это приходящее и уходящее. А вот музыка останется вечной. И он навсегда останется в памяти каждого из нас. Я уверена, что ещё очень долго будет звучать его музыка, его песни. Ну и, конечно, наверняка кто-то продолжит этот путь. Пока живы. Его фолловеры-то будут жить, Юр сам, его песни. А скажите вообще вот хоть пару слов про Юрия. Мне посчастливилось быть, да. Кого? Сергею, Кузю. А, Кузю? Это Кузнецов, Сергей Кузнецов, который... Хотите, вот он сейчас выйдет. Пойдём. Пойдём. Возможно, это Сергей Кузнецов, который был непосредственно... Создавал «Ласковый май». Вот мне подсказывают, что на этой машине он передвигается. Как вы знаете, Юрий Шатунов, он в последнее время судился с Разиным и прям незадолго до своей смерти вступил в силу закон, который говорит о том, что Юрий имеет право, решение суда, да, чтобы исполнять песни «Ласкового май». То есть он ушёл с чистой совестью. И у него канал «Следуй за нами», «Путешествуй с нами» на Ютубе и «Следуй за нами» на Дзене. Спасибо. К сожалению, нас больше не прускает. Кузнецов проехал, да. А, Кузнецов проехал? Да. «Следуй за нами» на Дзене, «Следуй за нами», «Путешествуй с нами», но он сразу выдается на Ютубе. Я сегодня постараюсь одним файлом выложить вот это вот всё. Конечно, мне сегодня тяжело что-либо говорить и вообще находить какие-либо слова, но... Давайте посоим здесь маленько в тюрьме. Друзья, на этом я заканчиваю вот такую небольшую, так скажем, грустную историю. Все, кто помнил Юрия, кто помнит, любит Юрия, пишите комментарии. Всем пока и до скорых встреч.